Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу ее я, Олег Пека. И мы в этой программе по пятницам встречаемся и разговариваем с авторами замечательного журнала «Лилит». Мы пытаемся, мне кажется, не только рассказать о номерах журнала, привлечь к нему внимание, но и, может быть, заглянуть чуть-чуть больше, чем ограниченная в объеме журнальная статья. Вот узнать о том, как создается материал, что, может быть, осталось за границами текста, что не вошло в публикацию. И сегодня мы поговорим с Аллой Горбач. Здравствуйте. Добрый день. С автором статьи о Анне Серж-Колон. Добрый день. Статья. В моем детстве это была, наверное, одна из самых дефицитных книг. У нас стояла на полке, как раз-таки изданная в самом начале 70-х годов, «Анжелика и Анжелика в новом свете». Пользовалась невероятно. Просто дома эту книжку постоянно брали, приходили, брали почитать. Слава богу, не зачитывали. Но она была невероятно потрепанная, растрепанная, зачитанная, совершенно затасканная. Мы знаем, что в статье приводится удивительная статистика, что 28 миллионов экземпляров, когда хлынул поток «Анжелик», это, пожалуй, одна из самых читаемых книг, один из самых популярных фильмов. Фильм, которым снималась Мишель Мерсье, и в «Графа Пейрака» сыграл Робера Сейн. Тоже там безумное количество просмотров. Понятно? То есть это оправдывает то, почему эта тема заинтересовала вас и журнал «Лилит». Заинтересовала, да, во-первых, потому что книги об этой своенравной французской аристократке стали феноменальным явлением в массовой приключенческой литературе и не только на нашем русскоязычном рынке, но и по всей Европе, и даже в Америке, и в Канаде. Тем более, что есть два романа об Анжелике, где действие происходит в Квебеке. Но ещё нам было интересно вспомнить об этих романах и об этих фильмах, потому что авторы Анн и Серж Галлон, наверное, кто-то эти имена помнил, но никто не знал, что это за люди. И воспринимали вот эту супружескую, по-видимому, пару Анн и Серж как реальных персонажей. На самом деле это были персонажи вымышленные, это был псевдоним. И под этим именем скрывались абсолютно уникальные личности. Два человека – русский геолог и французская журналистка. Причём я хочу сказать, что это часто даже в какой-то момент Сержан Галлон. Да, даже так вышел однажды роман в Америке под таким именем. Как в анекдоте Маркс и Энгельс – это не один человек. Да, да, да. Да, так вот давайте, может быть, с кого мы начнём? Может быть, начнём с геолога, учёного? Да, наверное, начнём со Всеволода Голубинова. Абсолютно неожиданная личность во французском литературном мире. Непредсказуемо было, что такой человек будет иметь отношение к Анжелике. Это сын потомственного дворянина, российского консула в Персии, выросший в Иране, в городе Исхафан, знавший ещё с детства четыре языка, феноменально одарённый мальчик, который потом был отправлен учиться в гимназию в Севастополь 14 лет. А уже из Севастополя во время гражданской войны бежал вместе с семьями врангелевских офицеров во Францию. Его семья за это время успела во Францию эмигрировать из Ирана, и там он с большим трудом эту семью отыскал. Закончил в Нанси университет, причём получил семь магистерских степеней. Не знаю уж, как ему это удалось. По разным источникам знал то ли 11, то ли 15 языков. И в 23 года стал самым молодым во Франции доктором минералогических наук. То есть он был химик, минеролог, геолог, и много-много лет провёл в экспедициях по всему миру фактически. Индокитай, Азия, Африка, Латинская Америка. Везде искал ценные полезные ископаемые, золото, алмазы. На его счету немало открытий разных месторождений. И попутно ещё и литературная деятельность. Но, в принципе, может быть, для наших слушателей будет это и открытием, что литературным мотором в этом смысле была всё-таки женщина. То есть именно она была главным автором, человеком, который написал основной массив текста. Да, безусловно. Эта женщина была юной французской журналисткой, очень успешной, с подросткового возраста. Уже к 18 годам у неё и рассказы, и статьи выходили во многих французских журналах. Потом она основала сама журнал с командой таких же амбициозных журналисток. И в 25 лет она получила престижную литературную премию. Это были неплохие деньги. Видимо, какой-то дух авантюризма в этой женщине жил. Она решила поехать свободным репортером во французское Конго. Там они познакомились, там они поженились. У них были тяжёлые годы в материальном смысле. И вот в момент, когда жить было не на что, они придумали идею романа. И да, основной текст, основной сюжет, фабулу, героев. И все приключения придумала и написала она, Симона, Анна. На самом деле ведь у Симоны был такой характер, когда она ввязывалась в такие приключения очень опасные. Потому что она во время войны путешествовала по оккупированной Франции. И вообще реально могла даже быть расстрелянной. Да, был такой эпизод. Во время оккупации Франции жёсткие были очень правила жизни, много ограничений. Её свободолюбивая натура этого не выдержала. Она решила бежать, переехать в Испанию. Она рисовала, кстати, с детства. И иллюстрировала книги ещё вдобавок. И вот она притворилась, что она едет на пленэр, на природу. Взяла огромный мольберт, села на велосипед и поехала. И когда её задержал патруль, заподозрили в шпионаже. В общем-то, ей грозил концлагерь или расстрел. Но она умудрилась убедить, что она художница молодая, что она интересуется красотами родной природы. Вот смотрите мои картины. Стала показывать их гестаповцам. Её обыскали, тщательно допросили. Но, тем не менее, она сумела как-то их убедить. Есть даже такое воспоминание, что она поехала, её отпустили, она поехала, рьяно, крутя педали дальше. А офицер немецкий сказал ей вслед, вот это француженка. То есть я к тому клоню, что характер вот этой Анжелики, которая тоже авантюристкой, которая бросается в самые такие, в общем-то, опасные приключения с головой, по большому счёту близка её натуре. Да, наверняка, тем более, они с мужем первые годы жили во французском Конго и продолжали свою профессиональную деятельность. Он ездил в экспедиции, она ездила за репортажами с интересными людьми, и там чего только они не испытали. И когда вот она описывает всякие страсти, там, как Анжелика скачет по глухим лесам, мёрзнет, мокнет, встречается с бандитами, надо вспомнить, что она жила в Африке в дикой необустроенной природе и многое испытала сама. Я, наверное, ну вот, может быть, мы сейчас перейдём. Хотел бы узнать, как появился вот этот, ну, наверное, можно сказать, проект, ведь я понимаю, что они с самого начала планировали это не как один роман, а как какую-то такую серию приключенческих романов. Почему именно вот это время? Почему вот эти герои? Вообще в детстве Симона часто представляла себя вот такой, какой она потом написала Анжелику, такой независимой, свободолюбивой, уверенной и жаждущей приключений. И у неё всегда была мечта написать такой роман. Но как-то, что называется, руки не доходили. А когда у них было очень тяжёлое материальное положение, она про эту мечту вспомнила. И она заранее продумала серию книг вплоть, в общем, до самого последнего романа. У неё в голове уже были сюжеты каждого. А почему именно эта эпоха? Потому что когда они начали дотошно копаться в архивах, чтобы найти материалы для своих романов, они выяснили, что вообще вот эта эпоха, XVII век, абсолютно не представлена во французской художественной литературе на тот момент. Ну, есть, но очень мало. И что многие подробности жизни французской аристократии, они фактически могут в этих романах изложить впервые. Что они, в общем, и сделали. То есть весь исторический антураж – это результат раскопок Всеволода в Версальских и других архивах. Он очень многое там изучал и подбрасывал Симонию в качестве того вот антуража, в котором будет действовать её героиня. То есть он даже с самого начала не считал как бы себя соавтором её, а целиком говорил о том, что вот он собирает материалы, автором книг является… Она. Да-да. Он был такая вспомогательная команда. Как истинный учёный, он подробно, системно изучал все стороны жизни французской аристократии тех времён и предоставлял ей подробности. Одежда, еда, взаимоотношения, то, как жили семьи, какие там у них были традиции и так далее. И вот она расписывала фабулу, и он ей под каждый крупный эпизод давал вот эти подробные детали. Он всегда воспринимал себя как помощника, и когда какие-то вещи нужно было уточнять, потом уже позже корреспонденты задавали ему вопросы, он всегда говорил, я не знаю, спросите Симону, она у нас писательница. То есть он всегда так себя позиционировал, хотя некоторые эпизоды иногда немножко он мог дописывать, но он это никогда всерьёз не воспринимал. – Роман стал популярным, возникла сразу же идея его экранизировать. И, может быть, вот мы можем несколько слов сказать о самой экранизации романа, потому что ведь поиск актрисы, наверное, все самые знаменитые актрисы того времени пробовались на роль Анжелеки. – Да, предлагали многим актрисам, но здесь тоже своя интрига существует, поскольку, например, Брижит Бордо отказалась, потому что она была занята в другом проекте в это время. Катрин Денёв предпочла работу в Шербургских зонтиках, предлагали Джейн Фонди, предлагали француженке Мирейдар, которая играла с Пьером Ришаром. Вообще режиссёр искал натуральную блондинку. Это была его первая идея, да, собственно, и героиня была светловолосая. Предлагали красавице Аннет Вадим эту роль. Если вы внимательно слушаете перечень имён, то вы видите, что здесь сплошь подряд идут жёны Роже Вадима, знаменитого режиссёра французского. – И тоже, кстати, русского происхождения. – Да, да. В результате на роль утвердили Марину Влади. Но Марина подумала, подумала и отказалась играть эту роль. Как вы думаете, почему? Потому что главную роль мужскую, да, Жофре де Пирака исполнял актёр Робер Асейн, её бывший муж. – Ну и вот эта деликатная какая-то неловкая сцена, когда ей нужно изображать любовь с бывшим мужем, я понимаю, как-то так оттолкнула её. Хотя, в принципе, ведь у них с Робером Асейном сложились, ну, остались, сохранились достаточно тёплые отношения, потому что ведь, когда она приезжала во Францию с уже Высоцким, они встречались, то есть она познакомила своего нынешнего и бывшего мужей, ну, просто потому что там они совместно воспитывали детей, и это был тоже какой-то, ну, там, момент, я понимаю, чисто семейный. Но у них были достаточно такие ровные, спокойные отношения. И опять-таки Робер Асейн тоже русского происхождения. То есть поразительно, насколько здесь вот тоже как-то так всё… – Русский след остался, да, хотя очень труднозамеченный, потому что Робер Асейн принял имя франкоадаптированное, ну, и отец у него был из Самарканда, то есть его имя настоящий Абрахам, то есть он, видимо, был азиатского, какого-то полуазиатского происхождения. Ну и в итоге Мишель Мерсье, натуральная брюнетка, получила эту роль, она была начинающей актрисой, но что-то такое аристократичное в ней режиссёр усмотрел. И вот она вот такой игрой случая стала одной из самых знаменитых блондинок французского экрана. – Поразительно, потому что только цифры одни говорят за себя. Два первых фильма посмотрели только вот на территории бывшего Советского Союза, 43-44, да, Миллона? – Да, в количестве посещений Анжелику опережал только Фантомас. – Да, интересно. Но ведь вот эта история с тем, что Серж, ну, то бишь, Серж Галлон, то есть Всеволод Голубинов, так вот Ильяна всё время, с одной стороны, отрицал своё авторство, но, с другой стороны, вот он как бы подписывал, как мужчина, все документы, потом создал вот какую-то такую странную и непонятную ситуацию с авторскими правами, которая потом принесла очень много, ну, нервотрюки и проблем. – Самой вот Симоне, которая после смерти мужа, а он достаточно рано всё-таки ушёл уже. – Да, ему было всего 69 лет, он умер от инсульта, внезапно абсолютно. – Поехал в Квебек в 72-м, по-моему, году, и там вот скончался буквально вот скоропостижно. – Да, он готовил свою выставку за эти годы, он провёл очень много исследований в области красок для живописи, открыл интересный метод создания красок, таких люминисцирующих, которые по-разному выглядели в разном освещении, и сам начал писать картины. И вот в Квебеке должна была состояться его третья персональная выставка. Но вот внезапно случилась такая беда, и Симона в итоге потеряла не только горячо любимого мужа, но и авторские права, права на гонорары за переведённые книги в других странах и отчисления от продаж. В общем, это, надо сказать, грандиозная афера, которую, видимо, изучают юристы, как какой-то отдельный кейс, потому что в ней были замешаны литературное агентство, с которым у них были договора многолетние, издательское агентство крупное, французское, которое потом переняло права у предыдущего. – Ну вот давайте, может быть, да, мы вот объясним, потому что мне действительно очень интересно, как это вот, где вот эта ловкость рук и вот это немножко мошенничество, даже не немножко, а всерьёзное мошенничество, потому что сколько говорят всегда о пользе авторских прав, как раз вот, ну как же, вы же не хотите, чтобы авторы остались, значит, вот на что им жить. А здесь мы видим абсолютно противоположную ситуацию, что используя вот как-то незаконно какие-то лазейки в этом авторском праве, у настоящего автора Анжелики просто отбирают все средства к существованию. То есть получается там, я так понимаю, что ситуация была в том, что когда, ну, Серж Галлон, тот же самый Всеволод Голубинов умер, договора, очевидно, вот с издательством подписывал, поскольку он, они его считали основным автором. Да. И потом, когда вот он скончался, то есть это как будто бы, почему вот, мне интересно, почему права на вот книги переходят издательству, а не его, даже если бы она вообще ни строчки не написала, она вдова официального автора. Ну, возможно, где-то не так, но все источники поясняют, что в то время, может быть, сейчас уже по-другому, хотя вообще-то суд завершился по этому вопросу в наше время, фактически в 2004 году. Но когда его не стало, в 1972, на тот момент по французскому законодательству при смерти автора права переходили не наследникам, а издательству. И вот это произошло, хотя их литературный посредник был, безусловно, в курсе, кто истинный автор. Но это было очень невыгодно. Естественно, издательству выгодно оставаться полноправным владельцем и делать с этим что угодно. И поэтому дальше началась серия очень таких непростых манипуляций. То есть одно издательство закрылось, вместо него открылось другое. Потом еще часть прав была передана на публикации в Германию и в Россию так, как будто автор уже умер. То есть они вообще вольны были делать все, что угодно. И имя Симоны очень так целенаправленно вымарывалось, вычеркивалось из справочников, из словарей, из статей. Везде говорилось о том, что Симона завершила цикл, поскольку он весь основывался на произведениях. Всеволода, раз его не стало, то и работы больше не выйдут в свет. А ей объясняли, хотя она плодотворно работать продолжала, после его смерти писала еще четыре романа за 10 лет, но ей объясняли, что тематика уже неинтересна, они старомодные, они не покупаются, мы не можем позволить себе публикации, это невыгодно. Но она, видимо, была достаточно наивна, чтобы в это верить. Хотя вот в продаже говорят о другом, вот я уже упоминал, 28 миллионов книг только на территории бывшего Советского Союза, это в 90-е годы, и это не считая вообще пиратских изданий, которые тоже были. Да, и она ни копейки с этих изданий не получила. Точно та же история была в Германии, там было опубликовано более двух миллионов изданий, там началась настоящая Анжелика Мани, но на стенде вот этого издательства, крупного французского издательства Хошет, как на франкфуртской книжной ярмарке, в это же время не было представлено ни одной книги об Анжелике, как будто ее не существует. – Поразительно, конечно. Что было дальше? Как удалось ей снова добиться справедливости? – Она вообще наивно думала, что это просто люди плохо работают, много переписывалась, много ругалась с литературным агентом, и дело дошло, ну, может быть, не до голода, но фактически до очень бедной жизни. Она вспоминала, что даже одно время питалась с помощью Красного Креста, и когда дети ее выросли, уже в 1991 году ее взрослая дочь решила во всем этом разобраться. Это была ее инициатива. Она стала выяснять, что происходит, и в конечном счете подала в суд, и вот этот суд длился 13 лет. Были разные этапы, они выиграли, издательство подало апелляцию, и вот так вот с переменным успехом до 2004 года она не могла вернуть авторские права. Но, в конце концов, справедливость победила, это случилось, и, слава богу, последние годы свои она прожила в достатке. – Да, но хотя вот насладиться особенно не успела, потому что она ушла из жизни относительно недавно, конечно, но это просто поразительная история о том, как все-таки авторские права используются несправедливо совершенно, и вот мы здесь можем поставить вопрос даже о том, справедливо это или законно. А что было вот с серией романов о Катрин, которая практически вот копировала, можно сказать, Анжелику, и тоже получилось так, что здесь тоже было, можно сказать, нарушение авторских прав. – Ну, безусловно, это было нарушение авторских прав, это была такая ловкая, в общем, операция, я бы сказала, литературная, когда агентство придумало публикацию разных вариаций Анжелики, то есть приключения красавицы в историческом контексте. Они видели, что это читабельно, что это очень востребовано, поэтому возникла такая идея, нужно следовать только всего лишь рецепту Симоны, и романы будут отлично продаваться. Поэтому некой Жюльете Бенцони, возможно, это была группа каких-то литературных негров, не знаю, заказали серию вот этих романов Катрин. Обложки были оформлены абсолютно в том же стиле, что и обложки романов о Банжелике. Приключения частично были списаны из разных её романов, нахватаны целые абзацы, сюжетные линии, иногда даже фразы не удосужились переделать. И цель, в общем, была одна – любыми средствами увеличить прибыль и безраздельно её использовать. И потом даже целый клон разных авторов появился, которые стали писать в этом ключе. – Надо заметить, что когда начали, по-моему, в конце 80-х, в начале 90-х годов активно издавать Анжелику, её издавали тоже совершенно как-то спустя рукава, и там переводы были чудовищного качества, то есть, скорее-скорее, там их переводили чуть ли не каким-то кустарным образом. И, ну вот я просто на сайте, который посвящён как раз таки вот Анжелике и Ансарж Галлон, там приводятся примеры, там в статьях, есть специальная статья о неудачных переводах, и говорят о том, что, ну, такие вот вещи, что можно схватиться за голову, там, что вы скажете об английских и датских кораблях? Они выходят из Ливерпуля или Гааги. И это становится понятно, что речь идёт всё-таки не про датский, а датч, это, значит, голландский, который просто вот как вот переводчик датч, значит, да, датский, то есть, он даже полуграмотный, не понимает. Ну, надо было быстрее-быстрее перевести, выпустить деньги, деньги, счётчик крутился в глазах, да. И что одни и те же персонажи там и неправильно переведены, там вот есть, ну, и французская транскрипция нарушена, и там, ну, то есть, там такие ляпы чудовищные, просто там просто их когда перечисляют, насколько вот бедные читатели были вынуждены, ну, вот знакомиться с этими романами в такой очень неряшливой, в неряшливом переводе, в таком, который мог искажать и стиль, и язык, и, в принципе, вот мы же видим, что несмотря на легковесность, казалось бы, сюжетов, всё-таки то, что эти были несколько лет потрачены на поиски в архивах, то есть вот, ну, условно говоря, её супруг, он отнёсся очень-очень серьёзно к дотошности исторического фона. Да, очень ответственно. – Да, дворцовые перевороты, интриги дворцовые, реальные абсолютно истории, какие-то любовные реальные истории, всё это можно было найти, если хорошо покопаться, и он это делал не только перед тем, как первую книгу они отдали в издательство, а многие годы, и, в общем, в значительной степени в ущерб своему собственному профессиональному, своим профессиональным амбициям. И иногда он пытался выбраться из архивов, и что-то масштабное, что называется, замутить, уезжал в экспедиции, но как-то ничего такого, приносящего серьёзную прибыль, у него не сложилось. А вот научных изысканий он сделал много. Он переписывался с учёными со всего мира в области химии, минералогии, особенно химии красок. Напомню нашим слушателям, в нашей студии Алла Горбач, автор статьи о Анне и Серж Галлон, авторах Анжелики. Что больше всего вас заинтересовало, удивило, может быть, в их биографии, этих савторов? – Знаете, вообще с автором писать сложно. Я как-то читала о том, как вместе работали Вайли и Геннис. Это очень интересное взаимодействие. Это и соперничество, и союз, и довольно сложные психологические взаимоотношения. – Вайнеры, Стругацкие, чаще всего это братья Ганкуры, ну или Ильфы Петров. – Ильфы Петров, да. А вот в этой супружеской паре царила полная гармония. Может быть, потому что они заранее очень чётко определили функцию каждого. Этот архивист и, так сказать, команда помощи – это писатель. И у них никогда не было разногласий. Споры у них были творческие, но всегда очень конструктивные. И они, в общем, воспринимали себя в течение всего брака таким единым целым во всех отношениях. Очень дружными были людьми между собой. Вот, знаете, говорят, что самый прочный брак – это когда двое друзей вдруг решили пожениться. Так вот, они действительно были друзьями, соратниками творческими и жизненными. И это, в общем, не такая частая штука на самом деле. И в литературном мире, и в нашей реальной жизни это производит впечатление. – Я знаю, что вас всегда интересуют какие-то очень интересные, может быть, не столь знаменитые, ну не быть, чуть-чуть забытые имена, которые хочется вернуть и хочется рассказать о которых, потому что даже я знаю, что вы называете это людовидением, да? – Ну да, это такой, знаете, интерес, призванный, может быть, восстановить некую историческую справедливость, потому что госпожа история бывает крайне необъективной. Никогда не знаешь, чье имя она вынесет на гребень волны, и оно будет повторяться в течение десятилетий. Кумир, которому подорожают миллионы, уже ушел в вечность, а его все помнят, знают и говорят о нем, да? А чье-то имя, наоборот, уходит в тень, проваливается в черную дыру, хотя этот человек в свое время, в свою эпоху был знаменит не менее. И вот мне как-то это всегда казалось несправедливым, поэтому я занялась такой устной журналистикой, рассказываю о людях-легендах, такой целый цикл рассказов, творческих людях, как правило, которые когда-то блистали на небосклоне, были звездами, ну а потом были незаслуженно забыты, или, может быть, их творчество худобедно известно, но они сами, их судьбы абсолютно неизвестны никому, вот это такая, в общем, моя миссия, я бы сказала. А кто, вот если, может быть, не секрет, какие-то несколько имен, о ком вы рассказываете? Ну вот последние рассказы у меня были о двух голливудских звездах абсолютно разного плана, хотя эпоха совпала, где они творили. Это Джеймс Стюарт, один из самых знаменитых актеров Америки, в честь него даже аэропорт назван на его родине, Джеймс Стюартсфилд. И Мэй Уэст, знаменитая голливудская актриса-сценаристка, певица-танцовщица, первая, создавшая образ секс-бомбы на экране, Мэрилен Монро была второй, личности, в общем, принесшая американскому да и мировому кинематографу очень много нового, но сейчас практически неизвестны, особенно Мэй Уэст. Художницы, балерины, режиссёры. Вот, скажем, Сергей Параджанов, спросите интеллигентного человека, кто… Вы знаете Сергея Параджанова? Конечно. А спросите, смотрел ли он его фильмы, знает ли он что-нибудь в его жизни? Как правило, нет. Вот хотелось бы рассказать, потому что там фантастически интересная судьба, просто целую серию авантюрных романов можно написать о его судьбе. Ну, скажем, художница Мариана Верёвкина, знаменитая, невероятно в Германии и Швейцарии, в честь неё даже улица в Мюнхене названа. Любимая ученица Репина, незаслуженно, в общем-то, забытая у нас, ну и так далее, их много. Откуда собирается информация вот об этих людях, об их жизни, может быть, каких-то вот малоизвестных фактах их биографии? Ну, я работаю с открытыми источниками, конечно, я не могу поехать на родину Стюарта в Филадельфию, копаться там в архивах, это уже тогда будет тянуть на диссертацию, а это всё-таки публичный формат, ограниченный, там, скажем, максимум двумя часами рассказа. Но открытых источников, если дотошно в них рыться, очень много, тем более, если не ограничиваться русским языком. Информации можно найти очень много, много воспоминаний, мемуаров, некоторые автобиографии оставили. Но есть такой момент, любые воспоминания, любые свидетельства всегда субъективны, и часто встречается, что они очень противоречивы, как там, скажем, свидетели, бывшие на свадьбе у Вертинского, называют разное название ресторана и разную дату. Поэтому всё это надо как-то пытаться сопоставить, покопаться поглубже. Но, в принципе, всё достижимо. – Кто вам больше нравится, интересен, какие люди, какого плана, склада, что должно быть в человеке, чтобы он вас, я имею в виду, заинтересовал, и он стал героем или лекции, или статьи? – Ну, прежде всего, это должна быть яркая судьба. Потому что есть знаменитые люди, не в упрёк, им будет сказано, прожившие жизнь довольно спокойную. Вырос, выучился, проявил свой талант, самореализовался, стал знаменитым, женился, был отличным семьянином. Жизнь подошла к финалу. Прекрасно, но создать объёмный, многоплановый рассказ фактически не о чем. – Значит, должна быть драма, получается. – Должна быть драма, должны быть коллизии, должны быть приключения, должны быть необычные какие-то повороты в судьбе. Но надо сказать, что герои XX века очень часто соответствуют такому принципу, потому что, к сожалению, коснулись их революции, войны, эмиграции, разные сложные периоды в жизни, когда нужно было принимать очень тяжёлые решения. И поэтому у них судьбы редко бывают плоскими. Так что рассказывать есть о чём. – Можно ли провести какие-то параллели? Знаете, вот как сказка «Ложда» в ней намёк, «Добро молодцам урок» всё в мире повторяется. И в принципе, вот мы, изучая прошлое, изучая судьбы людей, о том, как они поступали, какие решения принимали, нам, может быть, легче, сталкиваясь с похожими вызовами, задачами, проблемами, трудностями, принять верное решение. – Трудно сказать, поскольку каждый учится на своих ошибках и не хочет изучать чужие и на них сделать для себя какие-то выводы. Я бы сказала, что, зная эти биографии, вникая в их судьбы, наше представление о мире и об истории становится намного объёмнее. мы понимаем, что всё в жизни взаимосвязано. Знаете, как вот эти актрисы, претендовавшие на роль Дженеки, вдруг оказались чуть ли не все жены «Миража Вадима». И вот так, рассказывая там, скажем, о Жене как-то, ты вдруг выясняешь целый пласт, связанный со французским кинематографом, потому что его близкий друг был Жан Море, чего ты представить себе не мог. И мне кажется, эти биографии учат более широкому горизонту мышления, не говоря о более широком кругозоре. Ты понимаешь, что инаковость легче принимать, что люди не всегда могут поступить честно, потому что вынуждены ложью воспасения заниматься. То есть оно как-то, скажем так, корректирует, может быть, нашу несгибаемость, делает более гибкими и учит нас где-то компромиссу, может быть. А где-то учит, что компромисс невозможен. Это уже конформизм и катастрофа. Учит мыслить нас, пожалуй. Ну и воспитание чувств некое происходит. Есть, мне кажется, два прямо противоположных взгляда на великих людей. Один из них, ну вот, как бы снизу вверх, мы преклоняемся перед их гением, авторитетом. Другой же, как бы, говорит о том, что все это тоже люди, не что им человеческое не чуждо. Но кто-то говорит, что, может быть, этим самым мы их принижаем, вот пытаясь найти какие-то пятнышки на солнце. То есть вот, чтобы себя как бы успокоить. Ну как же, ну и этот вот там, значит, был там, изменял там своим женам или, может быть, там увлекался азартными играми. То есть вот у них тоже есть какие-то там темные свои демоны. Вот что, всегда ли в рассказе, я не знаю, вот публика ждет таких вот каких-то откровений или это не имеет значения, ну, по сравнению с тем, что этот человек сделал? Я бы сказала, что это имеет значение. Во-первых, вы лучше понимаете то, что он сделал. Откуда оно взялось? Почему именно это? Почему на картине такой сюжет, а не эдакий? Почему эта музыка звучит именно так? Потому что чаще всего все это пропущено сквозь их личную драму, их личные какие-то страсти, переживания, может быть, преступления даже. Вообще эта тема очень широкая, гений, злодейственная. На нее дебатировали не раз, и все придерживаются своего мнения. Мне кажется, что, конечно, публике это всегда интересно, потому что если говорить только о глобальных достижениях и не говорить о том, кто эти достижения и какой ценой, какой кровью создал, то ты их воспринимаешь по-другому. Да, потому что, ну вот буквально на днях, готовясь тоже к эфиру, был день рождения Чарльза Диккенса, я вдруг узнал вот, ну, может быть, не совсем лицеприятные факты о том, что насколько все-таки, ну вот, сложно он был человек, пригласив в гости Ганса Христиана Андерсона. Андерсон к нему приехал, прожил вот пять, по-моему, недель. И насколько вот вдруг гостеприимный Диккенс, значит, уже был готов поскорее избавиться от гостя, и даже вот записал чуть ли не на стене в этой комнате, вот прожил, вот, я не помню, пять дней или пять недель, Андерсон, которые показались нашей семье годами. То есть это вот нашли потом. Ну, то есть, кажется, вот два великих писателя, которые вот, в принципе, оказывается, что тоже, да, вот они могут, ну, не то чтобы склочничать, но испытывать какие-то такие же вот какие-то эмоции, как обычные самые люди. Ну, это вы ещё о личной жизни Диккенса не считали. У меня как раз есть статья, по-моему, в предпоследнем номере «Люблю лайф» о Диккенсе и его женщинах. Ой, да, там он… Там ещё те страсти бушевали. Он же, в принципе, по-моему, умер-то в доме любовницы. Да, да, да. И он тайно перевезён к себе домой. Да, там была целая операция подпольная проведена, как скрыть это от общества. Так что я думаю, что всегда… Ничто человеческое гением не чуждо, а иногда даже очень не чуждо. Ну, как вот не чуждо и действительность судьба Анны Серж-Галлон, которые на самом деле были в «Севолах», «Голубинов» и… Симона Шанчжо. Шанчжо, да. Так что если вы интересуетесь Анжеликой, если вы интересуетесь судьбами этих писателей, удивительная совершенно, конечно, судьба, которая… Она, по-моему, написала ведь биографию своего мужа. Она написала ещё при его жизни, у них есть совместная книга о его детстве и приключениях в юности. Потому что это целый тоже был пласт сложных событий, когда он переезжал во Францию и искал свою семью. Так что все вот эти истории, что-то вот, может быть, осталось за кадром, то, что мы вот успели сегодня рассказать в этой программе в журнале «Лилит», это свежий вот номер, который только-только, я понимаю, вышел или только выходит. Два дня назад. Два дня назад буквально появился в киосках. И будем надеяться, что если вы заинтересовались, где можно найти, может быть, какие-то объявления, информацию о лекциях ваших, выступлениях, где следить можно? Такие лекции бывают в Аркадия-центре на Републике Слаукумс. Смотрите, в Фейсбуке обычно есть информация. Ещё в Обществе русской культуры. Вот недавно у меня была лекция, возможно, будет ещё в Фейсбуке. Обычно информация об этом есть. И читайте журнал «Лилит», где тоже много интересных статей за авторством Аллы Горбач. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо за приглашение. Всего доброго.